Итак, значит, сегодня у нас будет занятие про суккот и про радость. Каждый праздник имеет свое значение. И суккот так и называется в молитвах везде. Зман симхатейну. Время нашей радости. Давайте разберемся по Торе сейчас, как работает радость. Как можно выполнить вот эту заповедь, которая так и звучит. Она так и в Торе прямо записана. Весамахта бехагеха. И будешь ты радоваться в празднике твои. Весамахта бехагеха. И есть еще очень важная вещь. Значит, радуйся в празднике. И дальше есть еще такая фраза в Торе, которая тоже имеет отношение к радости. Когда Машер Абеду Моисей передавал от Всевышнего Тору. И там есть такая фраза его, что он сказал. Ашер луавата эташамалкеха басимхатлеф. За то, что ты не служил Богу Всесильному твоему басимхатлеф в радости сердца. Убыту вакуль. И когда у тебя было все хорошо. И дальше придут на тебя там разные проклятия. И вот отсюда учат мудрецы Торы. Что радость это невероятно важная вещь. И царь Соломон в Куэлите, например, в Экклезиасте. Он все время говорит, что если у тебя возможность есть, пить и радоваться плодам своих дел. То это подарок от Всевышнего. И это только единственное имеет смысл. Потому что все остальное оно человеком не остается. А радость, все остальное как бы иллюзорная штука. Человек достигает, куда-то стремится. Что-то он хочет получить. Но если он этому не умеет радоваться. Если он не получил и не порадовался. То все это впустую. Теперь давайте разберемся в технологии радости. Значит, во-первых, есть разные названия. Вот состояние. Давайте возьмем. Вот есть человек, например, ровненький такой. Позитивно ровненький. Возьмем ноль. Нулевое состояние. Нулевое состояние это человек, у него нет ни негативных эмоций, ни позитивных. Он в нуле в таком, да? Спит. Потом он открывает один глаз. И начинается у него один глаз, правый глаз. Он как бы двигается вверх. Позитивные эмоции. А левый глаз негативные. Но мы сейчас будем изучать только позитивные. Значит, первая позитивная эмоция это интерес. Вот когда интересно. Когда тебе просто, ты любопытно, интересно. Это уже достаточно позитивная эмоция. То есть ты как дети исследуют. Да, исследователь такой. Интересно. Интересно, что это за сукот такой. Что за радость. Когда интересно, это уже позитив. Как только человек теряет интерес к жизни, это уже он не живет. Значит, первое интересно. Вот ему интересно. И он находит что-то, что ему приятно. Вот он нашел что-то ему приятно. И это вторая степень радости. Такая вот легкая фоновая приятность такая. Если ему все время приятно. Если человек, например, возьмем человека простого такого. Простого возьмем человека. Ему все время хорошо. Да, такое тоже бывает. Такое бывает. Что человеку все время хорошо. Если мы возьмем человека, которому все время хорошо, то это называется счастье. Он счастливый человек, ему все время хорошо. Вот те, кто учится в Академии счастья, пытаются добиться, чтобы все время было хорошо. Это состояние такое, оно доступно. Чтобы тебе по фоново все время было выше, чем ноль. Не любопытно, а хорошо. Значит, дальше есть степени радости. Что такое радость? Радость это всплеск эмоциональный. Когда ты получаешь что-то, что ты хотел получить. То есть, если ты искал что-то и нашел, оп, ты радуешься. Это такая очень приятная эмоция радости, которая возникает у человека, когда он получает то, что он искал, и вот то, что ему хочется, он получает. Прекрасно. С этим тоже разобрались. Что такое удовольствие? Удовольствие – это когда человек, удовольствие – это когда человек, значит, получает что-то приятное в физическом плане. То есть, удовольствие – это вот приятное в физическом плане. Есть еще ликование. Ликование – это если выиграл лотерею, там, или сказали, что ребенок родится, или сказали, что выздоровел человек от какой-то болезни, которая думала, что она неизлечимая. Или ликование есть. Вот вчера было ликование, например. У меня прям я прыгал до потолка от радости. Вчера, потому что ровно год назад, без одной недели, год без одной недели, даже меньше, в последний день Суккота, это был Симхат Тора, День Радости Торы, под руководством одного с маньяка и преступника, 3000 бандитов напали на мирные празднующие города, семьи, вырезали женщин, детей, стариков, насиловали, убивали и так далее, под руководством вот этого вот, даже крыса, таракан – это лучше, чем он. И вот этот вот Синуар, который, они праздновали всего три дня. Три дня они праздновали, потом Израиль, это было, почему? Ну, в общем, Израиль как собрался, да, все собрались, армия, люди, все, и с тех пор начали искать эту крысу, уничтожили всех его там, этот Хамас, и вчера в праздник Суккот, это так было интересно, именно Всевышний так показал, что это было, были целые отделы в спецслужбах, которые его искали и не могли найти. Год он прятался, как крыса в туннелях, значит, как крыса в туннелях он прятался и не могли его найти. И через год, представляете, прошел год, именно в Суккот, он вылез на поверхность, там, не знаю, зачем он вылез на поверхность, и случайно там отряд взрывал снаряд, который до этого был невзорванный. Значит, он испугался, побежал, их обнаружили, начали стрелять, не знали, что это Синуар. И, значит, он и три крысы, которые вместе с ним были, их убили в Суккот. И прямо вот вчера, это было так интересно, Суккот праздник, День Радости, и уже в конце праздника заходит один в синагогу и говорит, что на улице слышал, что дети, нельзя же пользоваться электричеством, дети говорят, что Синуара убили. И вот это был взрыв ликования, потому что это такой убийца, маньяк, враг, который хотел убивать женщин, детей, стариков. Это ужасно было. И все, такая была, это было ликование. Спасибо Всевышнему. И как Всевышний показал, что это именно от Всевышнего, потому что, ну, представляете, спецслужбы искали вообще, не могли найти. И тут вот так вот, оп, именно в Суккот, именно в праздник, именно вот, ну, можно сказать, это с точки зрения подготовки, не было подготовки к этому. А это было именно подарок от Всевышнего к ликованию и к радости. И вот мы сейчас пришли, чтобы понять схему, почему именно в Суккот, почему именно надо радоваться и как радоваться. Значит, есть радость подготовленная. Значит, если мы возьмем такие вот логические причины, почему из трех праздников, из три основных праздники. И Песах, это исход из Египта, выход из рабства, выход из, на свободу после десяти казней египетских. И в Песах празднуется, Песах всегда попадает на весну. И в Песах, значит, это день свободы. Чтобы выйти на свободу, это риск. Выйти на свободу, это, как бы, разорвать оковы. Выйти на свободу, это очень сложно. И вот в Песах, как раз, вот этот вот праздник Песах, он не называется день радости, да? Он называется день свободы, из манхи рутейну, выход на свободу. И, в принципе, во время вот этой пасхальной агоды, то главная духовная работа, это выйти из вот этого вот болота своих ограничений, привычек и так далее, выйти на свободу. Теперь, если говорить про отражение духовности в материальном мире, то Песах, это время, когда сеют урожай. Весна сеют зерно, и вот это вот зерно, оно тоже, оно вначале гниет, потом из него прорывается, как бы, этот росток. И этот росток, он очень нежный, он очень маленький. Его может и град побить, и там всякие вредители и так далее. То есть, это очень сложно в это время радоваться, когда ты прорываешься на свободу, радоваться сложно. Потом все вырастает, 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 и наступает второй праздник, через 50 дней после Песаха наступает праздник Шавуот, дарование Торы. Значит, день дарования Торы, это сбор первого урожая. Сферата Омер, начинают считать вот этот вот счет Омера, берут первое, первое, именно на Шавуот созревает первая злаковая культура, ячмень, и собирают первый урожай, начинают собирать. И про Шавуот говорится, что, там один раз вскоре упоминается, что это праздник, да, что надо радоваться. Ну, один раз, а в Суккот семь раз, то есть семь раз больше. Теперь, ну, что человек получает в Шавуот? Мы получали Тору. Тора это набор правил, что надо делать, чего делать нельзя, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. То есть Тора это, значит, это ясность, это свет, да, как написано в притчах царя Соломона, что каждая заповедь это как свечка, которую ты зажигаешь. А Тора это свет, который освещает тебе, тебе путь в жизни, то есть ты знаешь, что надо делать, что не надо, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это Тора, Тора это свет. Дальше ты начинаешь изучать Тору, продолжаешь работать, а на земном, как бы земной, в земном мире, то ты продолжаешь собирать урожай. Раньше же люди жили от сельского хозяйства, и они продолжали собирать, вот уже пошли там еще что-то, еще что-то собирают, еще все лето, вот это лето, и до осени, и осенью уже собрали последний урожай. Виноград собрали, уже вино из него сделали, отделили массы, десятину отделили от всего урожая, который за этот сезон собрали. Эту десятину отдали, тут левитам отдали, тут коинам священникам, тут бедным, и взяли вторую часть, 10% от того, что ты собирал. Маосершини это называлось, в течение каких-то лет нужно было отдавать бедным, в течение каких-то лет нужно было собирать и тратить, идти в Иерусалим и праздновать. И вот приходит время Суккот, 7 дней, когда все-все-все собирались в Иерусалиме и праздновали окончание сельскохозяйственного сезона. Кто заработал, заработал, кто не заработал, с кем поделились. И все празднуют, что окончание цикла, это вот как раз Весамахта, БХГХ, и про Суккот написано, значит, что надо радоваться. Это было завершение вот этого годового цикла, потом начинается зима, попрыгунья стрекозали, это красная пропела, отбернуться не успела, зима стучит, куда-то ей стучит зима. Человек, который готовился, готовился весь год, у него, я помню, еще в советское время в погребе картошка, там у него консервирование, значит, все засоленное. Он к зиме готов, да? Кто не готовился, не работал, спал, отдыхал, тот к зиме не готов. Это тоже такая метафора жизни, которую мы видим в Суккот. Теперь, значит, первая радость, это радость, у которой есть причина. Если ты, значит, собираешь эти причины, то есть, есть люди, которые не умеют радоваться. Вот очень много людей, включая меня до последнего времени, жили в концепции, что нужно все время куда-то бежать. Нужно все время куда-то бежать, нужно все время к чему-то стремиться, и это бесконечная погоня за тем, чего у тебя нет. И обесценивание то, что у тебя есть. Теперь, первое, нужно научиться радоваться причиной радостью. То есть, когда у тебя есть, то ты должен обернуться и сказать спасибо Всевышнему за урожай этого года. Спасибо Всевышнему за то, что убили Синуара. Спасибо Всевышнему за то, что есть руть и ноги. Спасибо Всевышнему, что могу праздновать Суккот, могу кушать, и так далее. То есть, первое, это причинная радость, которая проявляется только в момент фиксации этой, только в момент благодарности. То есть, когда есть причина, для того, чтобы на эту причину обратить внимание, нужно зафиксировать через благодарность. Это первое, как ключ к радости. И Суккот, мы как раз радуемся тому, что закончился год, вспоминаем о том, что было, и радуемся этому. Второе, чем у нас учит Суккот, радость такого более высокого уровня, это радость беспричинная. То есть, когда мы уходим в шалаши, вот ты ушел, закончился год, ты уходишь в шалаш. И в шалашах 7 дней живешь в шалаше. И ты учишься в эти 7 дней, когда ты живешь в шалаше, это как бы начало следующего года. То есть, только что прошел Рошашана, это молитва, это твои планы на будущий год какие-то и так далее. Планы нужно брать именно в духовности, учить Тору, делать добрые дела, молиться. То есть, лучше брать такие планы, которые зависят только от тебя и которые связаны с твоим духовным развитием. Потом идет емкий пур, когда обнуление, полностью ты обнулился, не ешь, не пьешь, сутки стоишь, молишься и значит все обнулился. Потом уходим в Суку и в Суке значит мы живем в шалаше, спим под открытым небом. Прямо конкретно, вот я спал последние 2 дня в шалаше, значит под открытым небом. Понимаем, что для счастья, учимся, что для счастья не нужны причины. Для счастья нужно просто быть, быть соединенным со Всевышним. И чтобы вообще вот понять, что для счастья не нужны причины, одна из главных заповедей Суккота, это 4 вида растений. Такой вот лимон, такой трог, ну цитрусовый, значит пальмовая ветка, 3 веточки этой Адаса, не знаю, Мирта ее называют на русском, и 2 веточки Ивы. Вот ты берешь эти 4 вида растений, ими трусишь, и с ними ходишь там. Вообще какой-то, я вчера разговаривал с одним человеком, он говорит, это нелогично, то есть это нелогично, нету здесь никакой логики, что за 4 вида растений. Это вот если посмотреть с какой-то позиции, там, я говорю, так смотри, любая позиция, она нелогичная, с другой позиции. То есть мы просто привыкли, как Маугли, что там, вот клич пионера всегда будет готов, для нас логично. Очень прекрасная такая, вы клич пионера, всегда будь готов. И так рукой надо сделать. А что так рукой надо сделать? Что за вот так вот рукой? Это что за индейские взмахи, да? Но для нас это не кажется нелогичным, потому что мы с детства в этом жили. Теперь с какой-то точки зрения 4 вида кажутся нелогичным. Но если спросить человека, который делает это с детства, или спросить человека, который живет уже в этой концепции Торы, а что ты делаешь? Он скажет, а что делаю? Я соединяюсь со Всевышним. Вот Всевышний сказал это делать. Значит, вот именно через это, особенно когда я не понимаю, для чего и почему и как. Это и есть самое большое соединение со Всевышним, когда я отключаюсь от своих каких-то логических представлений, которые по большому счету не мои, просто мне рассказали с детства, что делай так, и это нормально. Вот я привык к этому, я делаю. А именно отключиться от всего этого и включиться в Тору. Вот это и называется соединиться со Всевышним, с вечностью. И здесь тебя, в принципе, ничего не может огорчать. И ты подключаешься к настоящей такой духовной радости соединения с Творцом Мироздания, который тебя никогда не оставит. Никогда не... Как царь Давид он говорил, что папа и мама меня говорит, Азавуни, меня оставили. А Бог меня усыновил. Я Асфене, Бог меня усыновил. И он, Давид, он всю жизнь просил, Ахат Шалки Мэта Дашем, одну вещь просил все, просил я у Бога, Вот Ава Кэш, вот ее буду просить. Шифти Бывает Ашем Коля Мэй Хайай, Сидеть в Доме Бога все дни жизни моей. Значит, сидеть в Доме Бога все дни жизни моей. Лихазот Бену Амашем, видеть приятность Бога. Велива Керба Халло. И, значит, ходить по его дворцам. То есть, он хотел всю жизнь сидеть и учить Тору. Сидеть и учить Тору. И спокойненько кайфовать в шалаше, не в шалаше. То есть, ты в Домике. Как на иврите, слово это как ковчег тоже. Тэйва. Есть такое слово Тэйва, ковчег Тэйва. То есть, человек, который уходит в духовную жизнь, уходит в святые тексты, святые книги, в добрые дела, в выполнение заповедей. Ему всегда есть чем заниматься. И он, вот мы сейчас как раз изучаем Куэлит книгу, и мы постепенно-постепенно к этому придем. Он говорит, все остальное точно не имеет смысла. То есть, надо идти от обратного. Он говорит, я искал смысл в чем-то другом. Может быть, есть смысл там в каких-то работе, работе, достижениях, славе, деньгах. Вообще никакого смысла нету. Все это, он говорит, все это эвеля валим, все это пар паров в эрю труах. Огорчение для духа. Потому что насытиться там невозможно. То есть, все, что ты в материальном мире пытаешься насытиться этим и удержать свое ощущение счастья, невозможно. Оно все рассыпается. Ну, то есть, вот на что ты пытаешься опереться в материальном мире, оно рассыпается. Когда ты опираешься на Тору, на Всевышнего, на свою с ним связь, на заповеди, все шикарно, все отлично, значит, ты всегда, даже в какие-то моменты, когда тебе не сходятся твои ожидания с тем, что ты получаешь, ты настолько на стороне в этом Всевышнего, что ты смотришь, думаешь, вот вообще, действительно, как у меня ум интересно действует, что я хотел другого, но Всевышний там лучше знает, что лучше. И такой человек, он всегда спокойный, радостный, счастливый. А если ты спокойный, радостный и счастливый, то что? Тогда все начинает складываться. Вот все идет наоборот. Человек, который находится в состоянии внутренней радости, сияния, счастья, у него вдруг здоровье налаживается, отношения налаживаются, вокруг мир, Синуара убили, ему даже не надо за ним охотиться, одно и так все происходит. То есть, человек, который с Богом в хороших и достигает шлымута, шлымута это совершенство и цельность в своей душе, то главным признаком того, что он на правильном пути, является вот этот вот внутренний свет, сияние, радость, и которая потом, оно, как сказать, трансформируется в какие-то тоже понятные материальные вещи. Хотя, вот, благословение после еды, оно звучит так, что будешь есть, насыщаться и благословлять Всевышнего. Так вот, благословение материальное, оно не только в количестве, оно в том, насколько ты можешь этим насладиться, насколько это богатство или там благополучие, оно дает тебе радость. Потому что, если человек сидит в Мерседесе и рыдает, то рыдать не лучше в Мерседесе. Рыдать это рыдать, человеку плохо, неважно, где он, в Мерседесе или он в... Рыдать в Мерседесе это хуже, чем смеяться на велосипеде, это однозначно. Человек, который смеется на велосипеде, ему реально лучше. Ему в жизни, ему хорошо. А тот, кто сидит, плачет в Мерседесе, то ему плохо. И те, кто верят в то, что в Мерседесе лучше, чем в велосипеде. Почему? Потому что, если человек верит, что в Мерседесе лучше, чем на велосипеде, а у него есть велосипед, так он себя как бы в этой схеме обесценил. А если человек верит, что неважно, где ты на велосипеде или не на велосипеде, или в Мерседесе, главное, чтобы было на душе хорошо. И это как раз настоящая радость. Все, друзья, я желаю всем, чтобы было много радости, много счастья, чтобы мы умели радоваться в празднике. И причиной радости, у каждого есть причины. У каждого есть причина. У нас сейчас в Академии счастья одна женщина занимается. Она парализованная ниже, вот от груди ниже. А руки не парализованные. Она сумела выйти замуж, родить детей, стать чемпионкой мира в соревнованиях среди пара олимпийцев. И когда люди пишут, что им что-то нерадостно в жизни, она говорит, вы не понимаете, говорит, когда я узнал, мне врачи сказали, тебе страшно повезло, потому что так как ты упала с большой высоты, то обычные руки парализованы. У тебя руки не парализованы. Она говорит, я такая счастливая всю жизнь, что у меня руки не парализованы, что я могу ими действовать. То есть всегда есть чему радоваться. Главное, чтобы было желание радоваться, чтобы было намерение радоваться. И радость есть с причинами. Тогда, чтобы радоваться, нужно просто благодарить. Просто вот прям за все, за все, за все благодарить. Каждый день сотни тысяч раз. А радость беспричинная, это когда ты поднимаешься над материальным миром и соединяешься со Всевышним. Через заповеди, через Тору, через молитву, через добрые дела. Опять же, через благодарность Всевышнему. И тогда ты приходишь на высшую ступень радости. Радость беспричинная. Желаю, чтобы у всех было много причинной радости и беспричинной радости. Все. Спасибо Всевышнему за то, что есть у нас возможность изучать Тору. За то, что есть спонсоры, партнеры и друзья в Айкра, которые помогают. За то, что есть те, кому интересно слушать уроки. За то, что вы слушаете уроки. Спасибо Всевышнему, особенно за Синуара. Прям я очень благодарен. Это была на этот год одна из моих самых таких вещей, которые я действительно ожидал. И тут у меня очень такая радость. И когда погибают злодеи, такие настоящие злодеи. Вот он один из таких злодеев, которые уровня Маньяди, Чикатило, Гитлера. Вот этих самых мерзких людей. То мир радуется. То есть мир очищается от зла. И мы видим, насколько есть воздаяние. Уже в этом мире мы видим руку Всевышнего. Особенно это произошло действительно. Тут мы видим прям конкретное божественное проведение. Как это произошло. Когда это произошло. День. Вот именно все-все-все так совпадает красиво, да? Что это была неподготовленная операция. То есть, когда видишь вот волю Всевышнего проявленную. Видишь, как зло наказано, а добро торжествует. То большая заповедь радоваться этому. Прославлять Всевышнего. Говорить алель. Прославление Всевышнего. А в празднике мы говорим каждое утро. И знать. Уже не просто верить. А знать, что все будет хорошо. С хорошими, добрыми людьми всегда будет все хорошо. Все. До завтра. А, шаббат шалом же. Сейчас же шаббат наступает. Все. Шаббат шалом. Значит, завтра мы не встречаемся. С Божьей помощью встречаемся. В воскресенье. И всем радости. Причиной и без причиной. Субтитры создавал DimaTorzok